Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вице-премьер России Александр Новак Вице-премьер оценил общую ситуацию по стране Он актуализировал информацию по реализации еще одного поручения главы государства социальной догодификации учреждений образования и здравоохранения Карачаево-Черкесия находится в группе регионов, занимающих седьмое место по реализации данной программы В республике стопроцентные плановые показатели На данном этапе проведена инвентаризация учреждений образования и здравоохранения которые не подключены к централизованному газоснабжению Общественная палата республики провела выездной круглый стол во дворце культуры Уджиуты где обсудили проведенный мониторинг о выполняемой работе по улучшению экологической ситуации в районе На мероприятие побывала и Альбина Курочного-Кенжева В работе выездного совещания по улучшению экологической ситуации приняли участие представители Минприроды и экологии Министерства строительства и ЖКХ, Духовенства и Общественного совета и палаты а также участковые инспекторы полиции района У нас проходило заседание в декабре месяце После декабря месяца была вынесена резолюция где были указаны, какие были положительные моменты в работе администрации Ужгутинского района какие отрицательные были моменты Вот сейчас с декабря по апрель проходил мониторинг выполнения непосредственно резолюции Общественной палаты На круглом столе отметили, что Ужгутинский район проводит работу и это дает какие-то положительные сдвиги в связи с чем экологическая обстановка в населенных пунктах улучшается Однако по результатам проведенного мониторинга по истечению времени ситуация вновь повторяется Тема злободневна У нас по республике в целом информацию, которую мы имеем от наших общественных экспертов от членов комиссии Общественной палаты показывает, что захламлена немножко не совсем благополучная обстановка с экологической в этом вопросе Основные работы проводятся в центральных парках и скверах а также в жилых районах Вместе с тем отдаленные части остаются проблемными зонами Я входил в состав мониторинговой группы, мы мониторили что-то хочется отметить, что сделано то есть там работу рекоператора хочется отметить что она достаточно слаженная, налаженная вот таблички памятные повешены в соответствующих местах ну рано еще говорить об уборке территории потому что была зима перешли на такую систему, мы отказались от контейнеров да знаете в районе и мешочки люди выносят, ставят и тут возникла следующая проблема домашний скот неконтролируемый, который разрывает это тоже будет представлено, разносит все это и вот этот вопрос, который тоже сегодня на повестке и его тоже нужно будет как-то обсудить и прийти к какому-то решению как-то контролировать вопрос там я не знаю, стоянки для домашнего скота организовать или еще что-то В вопросах выявления несанкционированных свалок и принятия решения по их устранению недостаточно задействованы службы участковых инспекторов и экологического надзора общественная палата направит рекомендации в соответствующие органы государственной власти республики все единогласно решили, что нужно тесно взаимодействовать с жителями района причем с малышей в детсадах до старшего поколения ведь от всех жителей зависит благоприятная обстановка в районе Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ашибоков Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Джигута Завтра в Карачаево, Черкесии состоится масштабная ярмарка вакансии 26 работодателей станут участниками регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» Какие вакансии в агропромышленной и экономической сферах? Смотрите подробности Агропромышленный комплекс республики демонстрирует стабильное развитие Положительные результаты сохраняются в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности Активно развивается мясное и молочное скотоводство, овцеводство, птицеводство, племенное животноводство Земледельцы республики внедряют передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур Ведется обновление парка сельскохозяйственной техники В прошлом году в Карачаево-Черкесии состоялось открытие крупнейшего в России завода по переработке баранины Группы компании «Домотэ» Компания планирует производить 42 тонны продукции в смену Реализация проекта позволит создать в Карачаево-Черкесии порядка 550 рабочих мест до конца 2023 года Сегодня в сфере АПК Карачаево-Черкесии работают такие крупные предприятия, как фирма «Хаммер» и «Родник», специализирующиеся в отрасли растеневодства Сады Карачаево-Черкесии, АПК «При Эльбрусе» и ОАРХИС «Фрут Логистик» активно развивают в республике садоводство Агрокомбинат «Южный» успешно снабжает овощной продукцией жителей страны В республике действует около 8 основных молокоперерабатывающих предприятий Одним из крупных является фирма «Сатурн» Растет количество фермерских хозяйств благодаря грантовой поддержке фермеров Многие предприятия сельскохозяйственной отрасли Карачаево-Черкесии предлагают вакансии, с которыми можно будет ознакомиться на сайте «Работа России» Кроме того, жители республики также приглашаются на ярмарку вакансий, которая пройдет 14 апреля во Дворце культуры города Черкеска по улице Гутякулова 2Б с 10 до 15 часов Вопрос повышения качества жизни населения связан с постоянным стимулированием социально-экономического развития региона В Карачаево-Черкесии сегодня реализуется порядка 20 инвестпроектов в различных сферах экономики, промышленности, агропромышленном секторе, туризме и других Созданы эффективные механизмы поддержки инвесторов Правительство Карачаево-Черкесии разработало модель экономического развития Карачаево-Черкесии, в рамках которой реализуются 5 прорывных проектов Их реализация позволит создать в республике более 10 тысяч новых рабочих мест, что предоставит населению региона еще больше возможностей для трудоустройства Поддержка бизнеса является одной из важных задач экономического и социального развития Сегодня на территории республики функционирует Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Центр мой бизнес», который включает в себя фонд микрофинансирования, гарантированный фонд, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр инноваций в социальной сфере, Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также Центр молодежного инновационного творчества в городе Карачаевске и Черкесске Так предприниматели могут оформить льготные займы, поручительства для получения крупных кредитов в коммерческих банках, воспользоваться информационно-аналитической, консультационной, образовательной и организационной поддержкой по различным вопросам Всего Центром за прошедший год оказано порядка 2300 услуг, а 15 тысяч жителей Карачаева-Черкесии зарегистрировались в качестве самозанятых Жители Карачаева-Черкесии могут воспользоваться услугами Центра «Мой бизнес» для открытия или развития своего бизнеса Ну а те, кто не планирует открывать свой бизнес, а находятся в поисках официальной работы, могут посетить ярмарку вакансии, которая пройдет 14 апреля 2023 года во Дворце культуры города Черкеска по адресу улица Гутекулова, 2Б с 10 до 15 часов Отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей в исполнении школьников 5-11 классов В Черкесске прошел региональный этап международного конкурса «Живая классика» Цель – популяризация чтения среди детей и подростков, продвижение русской литературы за рубежом Али Баташев подробнее Для участия в конкурсе Марат Гербеков из Тиберды выбрал рассказ Валерия Постникова «Жених из 3-го Б» Немного волновался А как ты преодолел волнение? Ну, просто родители мне обещали ноутбук, если я займу первое место, вот я и преодолел так свои волнения Ну как ты сам невесту будешь выбирать? По каким критериям? Ну, красивая, добрая Одно из условий конкурса «Живая классика» – знание текста произведения наизусть Участники – школьники 5-11 классов 12 районов республики Репертуар – рассказы детских писателей, не входящие в школьную программу Со сцены звучали произведения Виктора Драгунского, Юрия Яковлева, Бориса Ганага и других авторов Вызывающие у зрителей самые разные эмоции и впечатления Я решила отыскать дорогу жизни Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога Прошла два с половиной километра Там ребята строили памятник детям погибшим в блокаде Я тоже захотела строить У жюри сложная задача – из 36 претендентов выбрать трех финалистов Критерии оценки закреплены в положении конкурса Грамотность, выразительность речи, дикция, интонация Вот такие моменты, конечно, они входят в систему оценки Но поскольку это творческий конкурс То самым значительным критерием является эмоциональность Способность воздействовать на слушателя Произвести впечатление, вызвать какую-то ответную реакцию Ну то есть задействованные творческие способности ребенка Насколько он может проявить себя как артист Все участники регионального этапа получили почетные дипломы По итогам конкурса победителями стали Вячеслав Давиденко из станицы Староживая Ренат Джошеев из Черкеска И Ольга Тереченко из села Уруп, Рубского района Они представят нашу республику в финале всероссийского конкурса «Живая классика» Который пройдет с 1 по 20 мая В Международном детском центре «Артек» в Ялте Али Баташев, Олег Монхожев Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево, Черкесии вновь засияли хрустальные звездочки Талантливые дети из разных районов республики Стали участниками регионального этапа Ежегодного всероссийского фестиваля конкурса Проводимого Федеральной службой судебных приставов О ярких номерах и победителях расскажет Олеся Меликаева Это уже 15-й по счету фестиваль И многие ребята в нем участвуют не в первый раз Но есть и дебютанты «Я здесь сегодня первый раз Я очень волнуюсь перед выступлением Я буду играть пьесу на фортепиано И мне здесь очень интересно» Конкурс «Хрустальные звездочки» проводился по трем номинациям Вокал, хореография, исполнительское мастерство И по двум возрастным категориям От 7 до 12 и от 13 до 18 лет Есть новые номинанты, есть новые конкурсанты Есть наши давние друзья Желаю всем удачи Желаю вам такого здорового, творческого соперничества Сменяя друг друга, выходили на сцену юные исполнители Они виртуозно играли на разных музыкальных инструментах Многие из них выступали сольно Но в конкурсной программе были представлены и ансамбли Ребята ответственно подготовились к выступлению Но волнение все же присутствовало В школе подготовка давалась не тяжело Больше волновались здесь перед самим участием Потому что детей было участников много, конкурсантов И вот здесь мы, конечно, волновались Очень хороший конкурс, потому что я могу посмотреть на других участников И что-то полезное перенять себе, например Да, я собираюсь стать великим музыкантом Хочу стать, как свой дядя Хочется поблагодарить за прекрасное мероприятие И пожелать удачи в дальнейшем всем детишкам Конкурс знакомит с культурой Историей и географией многонациональной России Способствует укреплению дружбы и взаимопониманию между народами И в произведениях звучали разные темы Фольклор, современные мотивы, патриотизм Среди яркого многообразия талантливых музыкантов И певцов сложно было определить победителей Но жюрист справилась с этой непростой задачей Все участники фестиваля были награждены дипломами А победители – кубками Участники, занявшие первые места, примут участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки» Олеся Меликаева, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия В Черкесске состоялся турнир по шахматам «Кубок Гагарина» Он приурочен первому полету человека в космос Турнир совместно проводили Федерация шахмат Карачаева, Черкесия И Республиканское региональное отделение КПРФ О значимости соревнований Альбина Ламкова Приветствую всех участников турнира Желаю удачной, благословенной игры Тема лично, что турнир приурочен к торжеству человеческого разума и науки Первому полету человека в космос Надеюсь, мы в будущем увидим из числа наших шахматистов И участников чемпионатов России и мира И шаг следующий в грацмейске Попробовать свои силы в турнире по шахматам «Кубок Гагарина» решили 30 человек Проходят соревнования в третий раз Организаторы рассчитывают, что турнир станет традиционным Надеясь на то, что каждый из игроков поймёт Насколько важно быть мудрым предводителем шахматного войска Как продолжатели коммунистической партии Не могли пройти мимо этой великой даты И учредили такой шахматный турнир В надежде, что молодые, юные шахматисты, принимая в нём Тоже будут интересоваться историей, я думаю, более глубоко И будет интересно, почему именно наша страна победила В космической гонке Шахматы – это игра для терпеливых и усидчивых людей Молодое поколение наших шахматистов Охотно участвует в соревнованиях и относятся к ним серьёзно Даже самые маленькие участники в этот день были уверены в себе И за шахматной доской не пасовали при первых неудачах Я играла здесь в Черкесске, мой тренер Акбаев Казбек Чтобы выиграть, что нужно для этого? Думать Насколько ты думаешь? На все 100% стараюсь победить Ясмина Кумратова уже опытная шахматистка За плечами у девочки серьёзные победы Начала играть в шахматы я примерно 5 лет назад Мой учитель Джамбек Усневич Все участники боролись достойно Организаторы турнира надеются, что этот вид спорта станет популярным в нашей республике И именно наши дети своей блестящей игрой дойдут до вершин шахматной короны Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Корчаева, Черкесия В этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения народного поэта, прозаика Педагога, общественного деятеля Азамата Алимовича Суинчева Эта дата широко отмечается в республике И ему посвящены творческие конкурсы, круглые столы А вкладе Азамата Суинчева в карачаевскую литературу Говорили учёные, коллеги, родные и близкие На торжественном вечере и научно-практической конференции В Карачаево-Черкесском государственном университете Собравшиеся читали его стихи Цитировали произведения Говорили о его человеческих качествах Далее смотрите специальный репортаж с торжественного вечера А наш выпуск завершён Качегу всегда был центром научной и образовательной мысли Учёных, учителей, студентов Собрала самая масштабная конференция По глубине изучения и исследования творчества Азамата Суинчева От имени многонационального коллектива университета гостей поприветствовал ректор вуза Таусултан Узденов отметил, что значимость любого народа в мировой истории Оценивается по его людям, которые прославляют свою родину И которыми гордится его народ Имена таких людей, как Исмаил Семёнов, Казим Мечиев, Кайсын Кулиев, Азамат Суинчев Подняли силу и красоту нашего родного языка на высокий уровень Благодаря им о нашем народе знают далеко за пределами наших республик За пределами наших этнических, культурных границ И нашей страны даже Я убежден, что пока жив наш народ Пока звучат песни нашего народа Имена таких людей, как Азамат Суинчев Останутся в благодарной памяти наших потомков Творчество Азамата Суинчева многогранно Им написано более тысячи стихотворений, десятки поэм, рассказов, повести И около ста литературных портретов современников Он автор более 30 книг художественной литературы и научных трудов Много лет назад случайная встреча Азамата Суинчева и его супруги Любовь Петровны С 18-летним абитуриентом Ставропольского мединститута Бориспием Тимрезовым Сыграла огромную роль в жизни молодого юноши И оставила добрый след Вы знаете, Азамат Алимович оставил неизгладимое впечатление В народе нашем Он в моем сердце Почему я это говорю? Я уйду в небольшой экскурс Значит, в далекий 67-й год Как я познакомился с Азамат Алимовичем Это 56 лет тому назад Азамат Алимовичу тогда было 44 года Красивый, харизматичный Очень приятный человек Могучий талант поэта и его энергии оказались способными отразить в высокохудожественных произведениях особенности вхождения своего народа в новые исторические реалии В то же время творчество Суинчева явило перед нами выдающиеся образцы лирической поэзии Искрящиеся радостью и светом, наполненные добром и мужеством, душевной щедростью Россия, слава о тебе достигла дальних звезд И слышим в голосе моем напев твоих берез Повсюду, братья у меня, в любом твоем краю Я руки добрые твои повсюду узнаю Родную, светлой цепью гор привязан я к тебе Ты стала матерью моей и светочью в судьбе Враги не раз пытались нас унизить, разлучить Но мы стояли и стоим, ведь ты учила жить Славя любовь и ставя женщину превыше всего Женщину-мать в особенности В этом он видел свое призвание, говорили выступающие Были люди, которые спасали религию Были люди, которые спасают и продолжают спасать историю народа Нет, думается, Азамат Алимович Суюнчев спас совесть народа Если немножко философски посмотреть на слово совесть Это нам из... Это значит, это превыше всего И судя по содержательной основе заявленной программы Видно, как исследовательская мысль наших уважаемых ученых Учителей, студентов Обратилась к многогранной и обширной Познавательной и исследовательской тематике творчества Суюнчева Благодаря личности такого масштаба, как Азамат Суюнчев Народ получил возможность говорить со всеми Заявить о себе всему миру И действительно, всем он был близок Литератор говорил об общих человеческих ценностях И при этом он оставался и интернационалистом И сыном своего народа, своего края В творчестве Азамата Алимовича нашли воплощение Все перемены разрушительного и созидательного характера Которые были характерны для нашей страны Он часто обращался к темам социальной справедливости Критиковал неравенство и несправедливость в обществе Он был прекрасным педагогом Передавал свой опыт и знания молодому поколению А как общественник, он всегда был на переднем крае Защищая свои идеалы и убеждения Личность этого человека должна стать для всех нас примером Его творчество и жизненный путь показывают Что истинное достоинство заключается не в личной выгоде А в постоянном достижении и совершенствовании Своих профессиональных и личных качеств Университету руководитель книжного издательства Роза Боинсузова преподнесла в дар экземпляры книг Выпущенных в этом году по госзаданию А к столетию Азамата Алимовича Был издан библиографический указатель Ценность этого издания в том, что Здесь описаны более 700 источников Статьи, книги Шла очень большая работа по созданию этой библиографии Конечно, есть тут биографические данные Суенчева Есть предисловие грамотное Марии Зачучаевой И есть очерк об отце Татьяны Азаматовны Но ценность вообще этого издания для всех библиотек, школ, для учителей родных языков В том, что, открыв эту книгу, любой преподаватель, учитель, студент может знать, что выпускалось Что он печатал, что о нем печатали Азамат Суенчев воспитывался на традициях фольклора и национальной литературы Еще учеником Рафака Он слушал 105-летнего старика Мудрого старца Казбота Качкарова Он исполнял песню «Айджаяк» Он рассказывал о том, что на него эта песня Исполнение этой песни Оказало неизгладимое впечатление Будучи еще студентом, общался с первыми карачаевскими писателями Молодой поэт был призван на фронт А после испытал и тяготы лишения со своим народом Когда Азамат Алимович был депортирован в Среднюю Азию Он с собой урос книгу «Каракюбе» Эту книгу он в 1937 году, когда был репрессирован Хасан Апаев В Джигуте из библиотеки все книги бросили на улицы, на земле и поджигали их Он учеником достал эту книгу из огня И вот эту обожженную книгу он увез в Среднюю Азию Настолько он с уважением относился к этому первому карачаевскому роману И не мог уехать, чтобы это произведение не было с ним В Средней Азии Азамат Суинчев встретил свою спутницу жизни Любовь Петровна Лукино Моя мама сама уроженка города Ельца Липецкой области Училась в Москве в пушно-меховом институте И приехала по распределению после института Работать главным зоотехником в каракулеводческом совхозе Не был жених в Москве, но когда она приехала сюда Познакомилась с папой, он читал ей стихи, посвящал ей Ну, сердце молодой девушки растаяло И она вышла за него замуж И всегда говорила, я никогда не слышала, кто такие карачаевцы И вдруг моя судьба свела меня с этим народом Которого она полюбила, стала предана верно Все родственники посещали наш дом А когда вернулся на свою историческую родину Где первоизданной книгой была Хобанны Мончаклары, Бусы Кубани В которой центральное стихотворение посвящено возвращению Когда при вершнями люди пили воду из родной реки Эти капли воды, как Бусы Кубани Очень такой образ ёмкий У них есть фотография с братьями Каменомости, радостные такие Когда в 56-м году они обрели малую родину И с тех пор вся жизнь его прошла в городе Карачаевске И здесь он работал 30 лет в образовании В институте преподавал Занимался литературным творчеством То есть оставил след свой И в общественной работе, в педагогической деятельности И большой учитель-труженик И наставник молодёжи Есть ещё дома много неопубликованных архивных материалов повестей Которым дали отзывы такие великие поэты Как Константин Симонов, говорит дочь Татьяна И хотелось бы, чтобы и они увидели свет Алладинаева, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкисия